День добрый, меня зовут Игорь, я зависимый. Мое употребление началось в раннем возрасте, лет с 18 я начал употреблять разные вещества, которые изменяли мое сознание. На данный момент мне сейчас 39 лет, то есть, соответственно, употребление мое длилось алкоголь, наркотики, курительные вещества, в общем, все разное, лишь бы не пребывать в состоянии нормального человеческого состояния больше 20 лет. И на протяжении всего этого времени я не осознавал, что у меня есть какая-то проблема и что мне нужна помощь. И то же самое как бы не осознавали мои близкие люди, которые всячески пытались мне помочь, указывали мне на это, но каких-то конкретных действий не совершали. Надеялись на свои силы, думали, что беседами там всякими они исправят мое поведение, которое разрушало и портило жизнь и мне и всем вокруг, кто меня окружал. Сколько времени ты провел в центре, как вообще происходило, процесс лиабет-капция протекал внутри центра? Ну, сейчас у меня срок чистоты больше года и все это время я нахожусь при центре. Как бы попал я туда чудом считаю, что... Я даже, честно говоря, понятия не имел, что существуют такие центры, существуют такие программы. У меня было представление о духовных центрах. Как бы я собирался поехать туда, но делал только какие-то действия, лишь бы меня не трогали. Но я попал туда. На самом деле, мне первые месяцы, наверное, давались очень сложно. Очень сложно, потому что как бы я вышел из комфортной зоны своего и мне непривычно было под кого-то подстраиваться и делать то, что мне говорят. Потому что всю жизнь я делал то, что я хотел. Не считался ни с кем, никого не слушал. Я думал, что я умнее всех и я знаю лучше всех. Впоследствии, как бы, я не стал экспериментировать над своей жизнью, да, потому что у меня семья, у меня двое детей, жена — это те единственные люди, которые, ну, помимо родителей, которые не отвернулись от меня, хотя было все на грани этого. И за все время своего потребления я потерял свой бизнес у меня был. Ну и докатился до такого состояния, что мне уже было невозможно и с наркотиками невозможно, и без них невозможно. То есть я уже как бы, ну и жить, в принципе, это я не хотел. Вот. Не стал экспериментировать, проводить эксперименты, решил что-то в жизни довести до конца. И я знаю, что есть рекомендация, как мне говорили специалисты, что нужно год провести в реабилитационном центре, там четыре этапа выздоровления есть. И как бы я прошел эти все этапы, сейчас я работаю при центре, ни о чем не жалею. Мне привлекательно это общество, которое окружает меня. Мне нравится приносить как бы пользу людям, да, таким же зависимым, как и я. Говорить им о том, что есть выход с этого. И на собственном опыте я могу как бы это все подтвердить и показать. Спасибо. Мог бы ты рассказать о изменениях, которые произошли с тобой? То есть внутренних, внешних, в процессе реабилитации или после сейчас уже? Я понял, спасибо. Ну, на мой взгляд, на самом деле колоссальные изменения произошли во мне внутри. Ну, внешний признак, скажем так, что я заехал в реабилитацию и весил 65 килограмм. То есть на меня просто было страшно смотреть. Я заработал язву желудка, ну, неотъемлемая часть, это гепатит С как бы, да. У меня были круги под глазами. Ну, в общем, печально очень зрелище. Я при этом как бы не осознавал, что я плохо выгляжу. Я смотрел на себя в зеркало и говорил, какой я красавец. На все это как бы я посмотрел уже в трезвости, когда попал в центр. У меня начали открываться глаза вообще, что я за человек, как я жил и что происходило со мной. И как это общество, которое окружало меня, то есть близкие люди, мать, там, жена, дети. Какой ущерб я им наносил с каждым днем. Сейчас, в данный момент, как бы, я могу четко с уверенностью сказать, что я смотрю на свою жизнь и на свое окружение совсем другими глазами. Раньше я не видел, мне было неинтересно играться с детьми, да, слушать их не смех или откликаться как-то на просьбы жены, детей своих. Сейчас мне это в радость. Сейчас я как бы наполняюсь от этого, от смеха детей, от того, что жена, у нее начали светиться глаза. Но каждое утро мы говорим друг другу, доброе утро, целуемся. Ну, то есть это довольно-таки приятно очень, не могу передать словами, но раньше у меня не было такой жизни. У меня за время употребления я потерял всякое доверие, да, к жене, то есть на меня нельзя было положиться. Я не выполнял те функции мужа, да, отца, которые были возложены на меня, потому что я их боялся. Я бежал от ответственности и бежал от самого себя. Сейчас на данный момент, да, я не хочу сказать, что мне очень легко, да, мне довольно-таки сложно как бы жить по-новому, делать какие-то действия, шаги, да, принимать все как есть, какое я есть и какое мое окружение, считаться с ними и брать ответственность за них. Это не легко мне дается, но я стараюсь это делать и я как бы не намерен останавливаться, я знаю, что я не один, вокруг меня команда и в крайнем, не в крайнем случае, а я уверен, что если я обращусь за помощью, мне всегда помогут и откликнутся и поддержат. Спасибо. Спасибо. А последнее, что самое главное ты можешь сказать тем наркоманам, которые сейчас употребляют наркотики? Ребят, есть выход. Я этот выход узнал в 38 лет. Не делайте тех ошибок, как через той боли не носите своим родственникам, через которые прошел я и что я сделал в своей жизни. На самом деле, не боритесь, не надейтесь только на себя, на свои силы. Я через это прошел, у меня не получилось, я в этом не одинок. Я знаю выход, это программа решения, которая дает мне новую жизнь, новые силы, новых друзей. Главное, дает смысл в этой жизни. Спасибо. Спасибо тебе огромное, Игорь. Желаем тебе всего самого лучшего.